Сегодня у нас пресс-конференция, посвященная финалам четырех Кубка России. В пресс-конференции присутствуют главные тренеры четырех команд-участниц, а также представители Российской Федерации баскетбола Никита Леонидович Макуров, руководитель департамента профессионального баскетбола. Коллеги, задаем вопросы. Для начала скажу просто уступительное слово. На самом деле, хотелось сказать, что всех поздравляю с тем, что мы все-таки дошли до финала четырех Кубок России. Такое довольно очень знаменательное соревнование. Несмотря на то, что привыкли все видеть у нас более другие, именно гранды, но на самом деле, если брать ее на команду, которая играет в формате Кубка России, где играют только российские игроки, то я считаю, что в принципе мы действительно меняем четыре сильнейших команды. Потому что все-таки собрать полноценные команды, а не просто отдельных звезд российских, это все-таки тоже составляет определенный труд. И вот эти команды, которые сегодня представлены, главные тренерные на пресс-конференции, они служили своему праву участия в финале четырех Кубка России. От себя я только могу пожелать, чтобы команды играли на победу и каждой команде желают победы. И от себя лично, особенно от Федерации Баскетбола, надеюсь, что этот турнир пройдет большим интересом, тем более, что он освещается центральным каналом российского телевидения, центральным спортивным каналом. Поэтому я думаю, что это будет все равно как-то способствовать популяризации баскетбола, тем более, что действительно мы соскучились по интересным турнирам, а один обещает быть очень интересным, потому что с тем я не разговаривал, что все четыре команды имеют примерно одинаковые шансы на победу. Поэтому, ну что ж, всем желаю удачи, поэтому спасибо огромное на все. Спасибо. Я говорю, у вас есть вопросы? Меня зовут Елена Калуперных, обосновите видение вопрос. Элен Владимирович, наверное, оправдный. Какого это было, как готовились к турниру, именно потому что в качестве хозяев будете, и какие шансы того, что свое прошлогоднее достижение улучшите, есть и такие цели? Очень длинный вопрос, на него коротко не ответить. Во-первых, я тоже хочу присоединиться к руководителю департамента. Это действительно важное событие для нас. Не знаю, как для российского баскетбола, для Суперлиги это очень важное событие. И для нас большая честь принять эти соревнования, хоть мы и считаемся хозяевами, но мы и номинальные хозяева. Шансы, на мой взгляд, у всех примерно равны. Единственное, мне кажется, выделить, вот это лично мое мнение, это команда ВТБ Парма. Несмотря на то, что там у них сейчас в графе побед 0, но на мой взгляд, ребята очень хорошо прогрессируют. И я думаю, что у них все равно побольше шансов, чем у нас троих. Но это мое личное мнение. Каждый может выиграть. Нам бы, естественно, хотелось только одного, не нарушать традицию, которая была в Новосибирске, когда проводился кубок, когда в Перми. И нам бы хотелось эту традицию не нарушить, но мы постараемся сделать все, а это баскетбол, этот спорт выигрывает сильнейший и тому, кому улыбнется удача. Это все. Спасибо. Денис Смяков, насосец Моксомолец. У нас есть соревнования, в которых участвуют сильнейшие клубы. И назвать еще один клон, который просто разыгрывает те же самые команды, но, опять же, без участия российских игроков, для нас это не совсем, что называется, не является основной задачей. Все-таки такой турнир как кубок в России, где мы действительно можем увидеть сильнейших российских игроков, это все-таки большого стоя. И, опять же, именно в том плане, что команды, потому что составы без российских игроков, они все равно определяют очень хороший интерес со стороны группов, со стороны болельщиков. Я думаю, что в дальнейшем нам будет очень интересно, например, в этом формате проводить соревнования имени Мак-Инстаси. Ну, например, Фальма собрала россиян и целую команду, ты понимаешь, ну, по Ростеру, да, ну, любая команда может собрать россиян, не было там уговаривать на ЦСКА, например, на Химке, да, там, где команда участвовали, ну, просто россиян собрали участвовать. Вы знаете, не стоит задача ФБ уговаривать команды участвовать в Кубке России. Кубок России сам по себе уже изначально престижных соревнований. Если какая-то команда считает, что у них недостаточно российских игроков для того, чтобы полноценно участвовать, или они не хотят, или они считают, что они недостаточно, имеют сил для того, чтобы участвовать в трех турнирах и в четырех турнирах сразу, у кого как это получается на самом деле. Это личное решение каждого клуба. На самом деле здесь все-таки мы должны определять то, что все-таки Кубок России это отдельное соревнование. Мы не должны определять то, что у нас, как это было раньше, что одни и те же команды разыгрывают чемпионские, и те же команды разыгрывают Кубок России. И все это определялось тем, что в основном у кого больше кашемилок, у кого сильнее состав. Как показал опыт проведения женского Кубка России, несмотря на все, так сказать, вопросы и сомнения по поводу проведения именно в формате, где участвуют только российские игроки, показали именно Кубок России, показал, что, оказывается, и турнир с участием только российских игроков может собирать довольно большое количество зрительных атрибутов. Другой вопрос, что нам здесь действительно не хватает игроков в сборной, и это уже нельзя не отметить. Поэтому Кубок России это еще одно соревнование, где мы действительно в федерации можем просто-напросто наблюдать за тем, как играют и прогрессируют российские игроки. На самом деле этот вопрос, он не идет чисто одним решением только от федерации. Здесь все равно идет обсуждение с клубами, и я не вижу их препятствий. То есть, как бы, всем хочется видеть, то есть, ну, скажем так, каждый из этих команд хотел бы участвовать, наверняка, хотел бы видеть турнир настолько сильным, чтобы в финале участвовали такие клубы, как ЦСКА, Хиньки, Кубань, но здесь мы наблюдаем тот момент, что просто-напросто в какой-то ситуации, если бы мы вернулись к старому формату, как это было до этого, мы просто, словом, мы сегодня видели бы те же самые команды, которые будут биться за четвертую лучшую, но не в самых сильных ситуациях, потому что, как часто говорят тренеры, много игр плохо, малые игр тоже плохо, и в этой ситуации не видится, что такой формат самарте нет. Вопрос к тренеру Шушакову. На бумаге вы действительно, наверное, фавориты этого финала 4, потому что вы играете в единолюбиве в ДТП, вы действующий обладатель трофеи, вы сохранили костяк прошлогодний. В каком психологическом состоянии входит в этот турнир команда, учитывая, что в лиге ВТП вы все же пока не смогли ни разу выиграть, хоть и были очень много раз близки? Ну, в треподинку, так сказать, потому что, наверное, здесь как раз сами игроки, сами хотят, и сейчас речь не сделает о том, что какой дневный турнир нам хочется играть, потому что как раз у нас единственное, у кого в ДТП не хватает матчей. То есть мы пропускаем середину людей, и играем, и просто ближе к тренировке, или к тренировке. Поэтому любая игра гораздо лучше, чем в этой тренировке. Естественно, играть хочется, и очень рад и благодарен, что мы начнем этот город. Добрый день, Юлия Кин, канал АТН. Никита Леонидович, скажите, пожалуйста, почему турнир ходит именно в Екатеринбурге, и приедут ли какие-то известные звезды у него? Ну, посмотреть на то, как вы видите ли мне сейчас. Я знаю, что мы сами определяем, насколько вам интересно приехать на тот или иной турнир. Прежде всего, для нас интересно, чтобы пришли зрители. И именно ради зрителей очень долго... Ну, для начала мы принимали заявки от каждой команды на проведение финала четырех. И в этой ситуации, среди всего, чем мы получили, как заявки, заявка клуба «Пятый Солнцем» из города Ряда, все-таки она была наиболее предпочтительной. Изначально, по ходу, планировался один зал. Но после того, как прошли переговоры, все-таки обратилось внимание со стороны руководства, прежде всего, уральского клуба, где они отметили, что все-таки зал недостаточно большой для того, чтобы проводить Кубок в России. Все-таки надо как-то зал так, чтобы вместил максимум желающих. Сколько их придет, мы увидим. Но на самом деле надо дать максимум возможности, чтобы пришло как можно больше зрителей. Поэтому, по согласованию и с клубом, и с руководством клуба, и с РФБ, мы определили, что Екатеринбург – это самое оптимальное решение для того, чтобы клуб из Ряды стал хозяином этого финала четырех, но при этом проводил матчи в Екатеринбурге. На самом деле, мы знаем прекрасно, что в Екатеринбурге любят баскетбол и умеют проводить такие большие мероприятия не только в Кубок России, но и в народные турниры. Поэтому сомнение в том, что качество подготовки и поведения будет на должном уровне. Поэтому, в принципе, сомнений в РФБ не было. То есть, получается, вам понравился зал и расторон? Там понравилось, прежде всего, отношение, желание и то, что зал будет большой, который даст возможность прийти как много больше зрителей. Скажем так, вот такие слагаемые успехи. Если есть возможность проводить, например, в таком зале, как дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге, мы только будем рады, что называть. Если бы клуб «Тэмсунг» МГМК решил проводить в другом городе, мы бы тоже, в принципе, этот вариант тоже рассматривали бы и уважали, что называлось. Но раз появилась такая разборство, то есть, кубок и эти теоретики, почему бы нет, что называть? Только завтра. Вопрос тренеру Пенгова. Вы завтра играете как раз с фармой, и по тому скаутингу команды, соперники, которые вы делали уже, наверное, у вас есть ощущение, что это команды, которые играют на уровне выше, что опыт, который у них есть в Лиге ВТБ, им помог стать более качественной командой? Да, в любви всем не делали скаутингу. Просто так, как поверил в том, что, понимаете, у нас в пути господней мы исповедимы. Парма, Новосибирск, это их личный соперник. Один год, мы выбили их из группы, мы стали чемпионами, мы выбили в другую городу, они нас выбили, стали чемпионами, поэтому, в принципе, русские игроки. Конечно, шучу, дело из карди. Словно, Парма играет в Лиге ВТБ, ребята просто в низкоростях работают в защите, и в владении плотности, жесткость больше, чем в нашей Лиге, чего не хватает в Суперлиге. Там более высокий спарринг, партнер. Но русские игроки остались те же. Поэтому, в другую работу, игроки знают, и все равно, лучше, пока вы не примешь. Я думаю, что наша команда тоже достаточно легендарная, и те, которые они с ним не нравятся, они не отличаются, они сделали по-другому шаг, по-другому. Поэтому соглашусь с коллегами, шансы у всех равны. Небольшое трудничество Парма, Парма как наши друзья, наши соперники, мы один из лучших сильнейших. Спасибо. День назад пришел Мальчик звезд в Сочи. У него было супер-шоу, когда всем понравилось, что ждет. Радимство в воскресенье здесь. В этом мы не будем предосхищать, все все увидят. Понятно, что такой уровень, как Мальчик звезд, очень трудно удержать такую планку. Но, тем не менее, я думаю, что зрители праздник победит. В полном объеме. Я думаю, что надо все-таки главного тренера, но есть такой уровень. Это оговорка по Фредди. Это оговорка по Фредди. На самом деле, прошло большие генерального менеджера. Нет, я хотел как-то выкрутиться из этой ситуации. На самом деле, все-таки, Сергей Эдуардович начинал сезон в другом клубе. И так как приходится в нем по роду деятельности и бывать и там, и там, и, что называется, постоянно быть в курсе всех событий всех клубов. В какой-то момент какие-то тренеры уже сцедутся в определенном клубе. К определенному клубу, но тем не менее, Сергей Эдуардович только недавно выступил на должность главного тренера баскетбольного клуба Сахалин. Поэтому и все мы как-то обошли во время пресс-конференции. В этот момент не спросили мнений и задачи, какие стоят перед Сахалином. Просто я понимаю, что вы не задаете вопрос. Хотелось бы просто самому вы спросите. Ну да, сегодня добрый вечер. То, что команда настроена на победу, все ребята понимали, что такой шанс у каждого баскетболиста он бывает один раз. У кого-то он может быть еще, у кого-то нет. Поэтому ребята очень хотели хорошо выступить и предлагают очень много усилий для того, чтобы подготовиться к этому турниру. Поэтому будем надеяться, что та работа, которая была проделана, она покажет свои плоды, потому что действительно столько было всего. Много связано с нашей командой и всяких этих перипетий и хочется, чтобы все это ушло и команда занималась непосредственно, чем она должна заниматься. поэтому надеюсь, что все будет хорошо, психологическая обстановка в команде хорошая, все ребята готовятся. скажите, вы самая насталекая команда, очень большая разница во времени, как вообще ребята быстро ли адаптироваться? нет, мы сейчас уже вторую неделю здесь находимся, мы сюда приехали, сыграли с рельдой, после этого мы остались здесь, потом мурав у нас был, поэтому здесь уже пошла вторая неделя, в плане климатизации все нормально, все хорошо. вопрос Сергею Владимировичу у вас был спарринг, ну не спарринг, а матч регулярного чемпионата в суперлиге, буквально неделю назад, полтора недели, вы бы предпочли, чтобы этого матча не было перед полуфиналом, или дадите залечения на путь пользы. Ну конечно польза как бы и или где, и нам, она как бы дает какую-то пищу для того, как бы в каком состоянии сейчас находится та или иная команда, поэтому естественно какую-то коррекцию будет делать и Олег Владимирович, мы естественно это уже будем делать, поэтому скиппотема хорош, что он непредсказуем, поэтому как все пойдет увидим завтра. Олег Владимирович, ответите. Ну в принципе мой коллега сказал практически все, единственное, что бы я хотел заметить в плане того, нужна ли эта игра или нет, она безусловно нужна, хотелось бы просто, чтобы результат был другой, поэтому понимаете, я согласен абсолютно, тема эта игра хороша, что ты никогда не знаешь, как она может закончиться, это не футбол, это баскетбол, мы просто желаем, чтобы все получили удовольствие, естественно, что каждый будет играть на победу, и мы, и вторая пара, поэтому я желаю, чтобы люди получили наслаждение, тренера остались довольны тем, что они сделали, а результат, чтобы мы повторили Пермский и Новосибирский. хозяева и что вы хозяева и что вы так хочу будет? Сергей Игорь Негода, там вопрос еще, осенью команду не хоронил, а в последних непонятных было до сих пор не хоронил. — Мне интересно, как вы вышли и у вас задача перед сезоном не осталась? — Задачи всегда ставятся перед сезоном? — Задачи не осталось, да? Потому что перед то, что залазить, если у вас кто-то... — Мы трибусы сдаем. — Вы поймите, можно ставить задачи изначально стать чемпионом мира, но нужно же быть реалистом. — Перед началом сезона была великолепная атмосфера, великолепную предсезонку провели. Не проиграли ни одной игры в предсезонке. Стартовали супер, выиграли первую группу, по-моему, там, 27 очков. А потом проиграли четыре игры, три игры подряд. И психология, оказывается, задушила многих игроков, которые уже возрастные, которые, в принципе, их ничего не должно удивлять. И от этой психологии получился такой вот, я надеюсь, что мы из этого вылезли. Увидим завтра. Я думаю, задачи никто не обменял. Она все так же стоит, так же, как и у всех здесь присутствующих. Побеждать — это первая задача. Увидим, как говорят. По осени, да, цыплят? — Русская хорошая поговорка. — А? По осени. По осени? Нет, это у вас. Я надеюсь, что все будет хорошо. Видимо, вы знаете, я живу по принципу, и на мой взгляд, это нормально. Все, что должно произойти, оно произойдет. Хочешь ты этого или не хочешь, стараешься ты что-то изменить. Много вещей, от которых мы зависим, но это не говорит, что нужно останавливаться и сдаваться. Задержи. — Спасибо. — Время начать еще раз? — Как вы видите, вам вопрос. Это на сегодня вы играете в игре Дыша. Ребята, они играли в этом зале. Как вы вообще его встретили? Кроме вверх и соскучились? — Мы играли в этом зале. — Мы играли в этом зале. — Мы играли? — Да, мы играли. Как раз после мраунда попадается кукла, что нам все знакомо. В принципе, тут, наверное, как раз больше атоматики. Российские игроки, которые между собой хорошо знакомы. Друга знают. В детстве играли. Поэтому, на самом деле, если продолжить всю эту терапию. Мы в прессе в прошлом году были в той же обстановке, как все остальные. Зенит, ВТБ. У нас и тогда было полуфинал. Парни, пройдем. Если пройдем полуфинал, можно поставить сигары, шампанское. Все. Дело сделано. В принципе, сейчас мы, наверное, как раз уже менее предпочтительным находимся в положении. Потому что на нас это все давит. На нас, как положитель, так сказать, что и кубок мы завоевали, и участники ВТБ. И это все понимают. Нам нужно держать этот уровень. И, естественно, сейчас будет неким резонансом, что вроде завтра можно проиграть, выиграть, неважно. Но на самом деле, такой момент психологический для парней очень сложный. И каждый подойдет. И дальше пойдет дело в общее. Дмитрий Николаевич, просто вам секрет раскройте. Вот команда, у нас с зоны 14-15, была чемпион, сказала, уже больше полсостава растеряли, взяли ленировки, вырубили не на лидерешей позиции таких команд, но при этом в первом месте. Для многих болельщиков это неожиданно. В чем секрет? Просто повезти. Как вы уже сказали. Да нет, просто повезти. Вам и в пятьдесят за все не повезет? В пятьдесят, завтра. Ну, что завтра повезти? Может, и девятнадцатого повезти. Вы, кстати, вот опять же, единственная команда, в этом зале не играла. Вы уже видите, есть минусы на нашей стороне. Да нет, ну почему? Конечно, все будет зависеть непосредственно. Подчеркивалось не раз уже в нашей беседе, что в обеих парах будет зависеть все именно от настроя игроков. Составы абсолютно равны. Кто настроится, тот будет больше. И с тренером соглашусь. Правда, что они чемпионы где-то идут. Мы так давно выигрывали этот кубот, чемпионы были для него. Поэтому психологическое состояние будет завтра на первую роль во всех четырех командах выходить. Поэтому не секрет. Мы добились успеха только назад. Вы что, спрашивали? Ну, четырнадцатого, когда вы меняли кубот. Повезло. Ну, как-то все-таки получилось, что выиграли кубок. Там тоже не так все легко было. И в финальной игре проигрывали всю игру. Но выиграли потом. Почему-то я просто команды свою уже не узнал. Но после того, как выиграли кубок, проиграли все равно игру. И весь плывок прошли у нас, кто-то знал, московский маркетинг, когда-то остались, все играли в тюрьмоте. Но вы не говорили потом. Опять же, мы настолько ребята поверили просто в свои силы, что можно и про чемпионство замахнуться, хотя бы регулярно, но... ...корминирование всего третье место. Но теперь мы не говорим. К сожалению, у нас в России все 10 игроков, все равно это первое место занимает. А с нас это немножко проще. Поиграли игру, сделали выводы, забыли. У нас груз ответственности, груз ошибок очень сильно воспринимается. И многие игроки тяжело с ним. Кто может сориентироваться быстро, кто может переостроиться по ходу игроков, добиваться успеха. Продолжение ответа на то, что вы с вами первый вопрос сделали. Как раз то, что у нас опыт в ваших соревнованиях российских игроков, большинство опыта, в России, в России, Это соревнования, в которых мы делаем, как и на таких кульмирах, угры от опыта, и не на толок, где-то, и не только для этого, но и все, что подведено ответственность перед собой, перед командой, подложенным предправляющим. Очень часто, кстати, не смех мастерством подводит наших игроков, сколько отсутствия опыта именно в таких решающих матчах. в России. Еще раз бывает, не очень интересный турнир у нас что-ли, не очень интересный финансический игрок. Можно за этот вопрос адресовать всем тренерам? Конечно. Немножко перефразирую. Вы считаете, присутствие поборщиков в ЮБДБ, в этом турнире, вам бы было бы интересней и при нем не играть. Я понимаю, что если бы не было много, вы бы даже не попали в танцах. Вам интереснее или нет? Наверное, каждая команда стремится к чего-то решим, да. Естественно, наша команда тоже предлагала свою заявку на участие в ЮБДБ. Поэтому, естественно, наверное, все команды, которые участвуют в Лиге 1, да, всех хотят играть в Лиге ЮБДБ, потому что Лиги ЮБДБ, это действительно сейчас одна из сильных лиг в России, поэтому, наверное, участие в этой лиге, наверное, какие-то, наверное, стимулы и для болельщиков, и для потенциальных спонсоров, поэтому здесь ответ однозначный, да. Ну, я коротко резюмирую, ведь это же нормальная вещь прогресса, только в сравнении с сильнейшими ты растешь, потому что, если ты здесь, на уровне Суперлиги, являешься там в какой-то мере в каких-то позициях лидером, а придя в БТБ, где скорость другая, где немного жестче, где все быстрее, где решение нужно принимать на секунду раньше, и там ты понимаешь, что тебе нужно, здесь на словах тебя может тренер заставлять что-то делать, а там в сравнении ты понимаешь, что ты отстаешь, и это естественный тебя, это толчок, прогресс, чем больше будет каких-то соревновательных моментов с командами, которые выше уровня, тем быстрее молодые игроки российские, а я знаю, что очень много хороших и перспективных по Суперлиге игроков российских, но у них нет возможности расти, потому что они здесь довольны тем, что имеют, а когда они будут играть на уровень выше, и рост будет, и мы перестанем говорить о том, что у нас нет российских игроков. Любой соревновательный момент с командой в высшем уровне всегда только прогресс. По идеологии нашего клуба неудачно, но однозначно да, но в любом плане, чтобы формат был такой, чтобы это был шанс на ответ, но не из одной игры, а соглашусь полностью с тем временем, что только конкурсия, только понимание того, к чему нужно стремиться на площадке, дает такой-то подресс. Так как у нас все-таки больше половины клуба молодых игроков 20-22 года, поэтому иногда просто какие-то положения происходят только потому, что там команда выиграла, опять-таки подряд. Вроде считают, что уже все достаточно. Ну, уже и так. А вот это главное все время это мотивировать, что ты играешь там в ССК, или с Химками, не особо на лучшие игроки и группы. Конечно, тяжело быть конкурировано, но легко. Сейчас в армии ребята все те же остались, играть в этом случае не надо, хотя мы видим, что есть шансы, есть шансы практически в каждой игре поцелиться. Поэтому, ну, и опять же, ощутим сразу прогресс, предварим, что вы участники ВТБ там. Поэтому, однозначно да, я бы даже был очень удобно, интересно, что если бы с иностранцами иностранцев развивались, но единственное, что бы Срученко сыграл вне, сыграл в гонах, смотрели болельщика, болели за своих, порадовались, не такими желаниями, начали расти дальше. Ну, я, наверное, просто со всеми соглашусь. Единственное, что очень интересно поиграть именно против игроков из плана России, которые мы присутствовали сейчас. в России там лучшие игроки. И как раз каждый игрок, наверное, в Суперлиге и в Лиге почувствовал, что такое игрок определенного уровня. Я это почувствовал, сейчас, вернее, в этом году почувствовал, потому, в прошлом году, да, мы играли против в финале игроков, и там, так оказалось, что не было и в конкурсах. Сейчас мы с этим столкнулись, и мы понимаем, что куда еще нужно расти, стремиться, и каждый игрок, который, если на своей шкуре не хочет, что такой контуренс, он не раскинил, так выходит, что очень приятно, что этот турнир существует, будет идти со мной, согласно влекать, или кто-то будет ли нам. Можно еще один вопрос? А какие-то премиальные за победу России существуют, именно не денежные, а там, не знаю, участие в Евроку. Да, и не там. Про что сейчас? То, что, например, раньше чемпионов социальной лиги, да, участвовал в Евроку. Вообще, вы посмотрите, рассматриваете, в Кубок России участвовали там, каком-то там, в Европе, не знаю, в Лиге Европы, или там, Еврочелледжь, не помню сейчас. Существует не существует, а сейчас все команды из Лиге Европы участвуют в Европе. Только паром не участвуют в Европе. И все же команды участвуют, да? Но РФД не собирается, Смирай, у нас Путер, я все. Путер. Путер. Вопрос абсолютно правильный, я с вами согласен. Обладатель Кубка России должен участвовать в Кубке. Вы должны были играть в Кубке, вы обладатель Кубка России. Во всех странах Европы закон такой, обладатель Кубка страны принимает участие в Кубке Европы. В каком участвует? В каком турнире участвовал обладатель Кубка Албании? Не знаю. Но тогда, если вы сравниваете вашу федерацию с Россией, в Кубке Европы, в Кубке Европы, я изначально сказал, я изначально сказал, что количество местных в Кубке ограничено, определяется на Кубке. Мы сейчас немножко за рамки ушли, вообще-то, на самом деле, не хотелось бы у нас выводить сейчас очередную дискуссию, я понимаю, какие вопросы вы пытаетесь задать, и к чему вы все это проводили. На самом деле, мы опять же в сторону ушли немножко от Кубка России. У нас четыре команды, которые должны играть в дисциплине. Вы считаете, что у нас собрались недостойные соперники? Я... Я... Я просто... Я просто... Я всегда пытался ответить откровенно на ваши вопросы, и сразу. Вы пытаетесь сейчас куда-то ввести Ивата в сторону. Вы довольны тем, что вот сейчас... Вы считаете, что эти команды недостойны? Я доволен. Я рад. Спасибо большое за два года участия. Но, как босбольный болельщик, я вижу... Ну, тут говорят, что Кубок России пинают уже несколько лет. Что и к суперлике плохое отношение, и что команда в лиге БТБ пытается вытолкаться там с большими проблемами, и не всегда получается. Видите, вы опять себе трибуну сейчас делаете. Понимаете, о чем я сейчас делаю? Вы сейчас трибуну себе делаете, и все вопросы вышли как в трибуну к себе. Понимаете, сейчас... Без вопросов, на самом деле. Вот. Просто, на самом деле, вы сейчас, вот, мы пресс-конференцию с вами превратили в то, что вы пытаетесь себе в трибуну какую-то устроить, на самом деле. И, опять же, мы уходим от того, что просто-напросто... у нас тема сейчас... Кубок России, на самом деле. Вот. Если вы хотите поговорить про ароматы, про все остальное, мы с вами готовы на эту тему поговорить. Отдельно и в другое время. Сейчас я все-таки считаю, что наша задача все-таки насладиться тем турниром, который у нас сейчас есть, теми командами, которые здесь будут играть. То, что все хотят играть сильнейшим соперником, а не с теми, которые приедут АВК, это самое главное и есть. Если команда не готова выставлять свои сильнейшие составы, значит, они не готовы участвовать в Кубке России, как таковое. Вы предлагаете уговаривать команды. Я не вижу смысла уговаривать команды. Я считаю, что такой трофей, как Кубок России, если кто-то пинает, это проблема этого личного клуба. Здесь участвуют те клубы, которые хотят участвовать в этом турнире, хотят выиграть в этом турнире. А если команды изначально не хотят в этом участвовать и делать, то даже я не вижу смысла уговаривать такие команды. Вот и все. Просто вот так заводишь. Спасибо. Коллеги, завершательную конкуренцию я предлагаю дать слово Олегу Владимировичу Мельщенко на правах хозяев турнира, чтобы вы пригласили болельщиков. Ой, спасибо вам большое. И так тут очень много, я считаю, что все будет очень хорошо. Приходите, ради Бога. Приходите, болейте. Пусть победит сильнейший. Но нарушать традицию не хочется. Поэтому всем удачи. Всем удачи. Взаимно. Спасибо большое. И РФБ удачи. И чтобы все потом сказали, что кубок был хороший. И вас просто поблагодарили за то, что все было организовано. И люди, которые пришли и придут, чтобы они получили удовольствие. Пожалуйста, приходите. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.